Друзья, всем привет! С вами Фотороманов Петербург на проводе. Вы на канале про людей и мотоциклы. Снова обводный канал, снова те же самые гаражи, но уже сезон 2024 года. 4 мая. Сегодня на дворе в Петербурге открытие мотосезона, на которое я не поехал, потому что сегодня у меня съемка. И сегодня подо мной Honda VFR 800 1999 года. В сегодняшнем видео по традиции не обойдется без владельца, и пора уже дать ему слово. Итак, встречайте Вячеслав. Вячеслав, привет! Спасибо, что приехал. Привет, Саня. За что любит VFR? За неубиваемость, наверное. Ты сам почему решил брать именно VFR? Нужен был спорт-турист, надежный. Давай тогда для начала, какой это у тебя сезон и сколько ты уже на нем ездишь? 12 сезон, 8 лет езжу. С 16 года, я уже даже не считаю. Именно на этом мотоцикле, да? Да, 16 года. 9 мая 16 года. Это у тебя был второй мотоцикл, да? Второй. А первый был какой? CB 400. У VFR несколько поколений. Как ты выбирал именно этот? Или по бюджету исходил? Конечно, мне больше нравится, который следующего поколения. Там особенно вот эта выхлопная система, но по бюджету. Этот мотоцикл какого года? 99-го. И насколько я понимаю, здесь еще не втековый, да, двигатель? Здесь обычный, да. Втековый на следующем поколении. Я вчера читал про выфер от какой-то девочки, отчет, и она написала, что здесь V-образный четырехцилиндровый двигатель. Я подумал, не попутала ли она? Или так и есть? Точно так. V-образный? Как на Запорожье? Вот, я хотел спросить, неужели как на Запорожье? Как на Запорожье? Только на Запорожье там, по-моему, воздушное охлаждение, а тут водяное. Тут два радиатора по бокам. Первое, что могу сказать, весьма и весьма резвый аппарат. Чувствуется большой потенциал двигателя. И даже вот не откручивая, но понимая, что запас мощности есть. Возможно, потому что я знаю, что в нем 106 лошадей, а возможно, потому что такое ощущение создается. Двигатель здесь V-образная четверка. И не то, чтобы это прямо понимаешь с первого раза, потому что здесь двигатель это, в общем-то, и не видно. Но на звук двигатель работает не так, как мой четырехцилиндровый рядник. И на низах, в общем-то, тоже довольно весел. Обещает нам сегодня дождливую погоду, но, возможно, мы сможем от нее уехать. Если мы уже коснулись двигателя, сколько здесь кубиков, сколько мощности? Он называется 800, но по факту там чуть поменьше, я точно не помню. Мощность там в зависимости от того, для какого рынка он делался. Этот, насколько я знаю, по-моему, для итальянского в ПТС у меня написано что-то типа 106. Я не знаю, я точно не скажу. Кстати, у меня тоже был вопрос про рынок, потому что японские вроде как задушены. Полносильный спидометр в километрах до 280, даже миль нет. Двигатель инжекторный или карбюраторный? Инжекторный. Это, по-моему, у них вообще первый инжектор. Могу ошибаться. А откуда тогда подсос? Хороший вопрос. Не знаю, не скажу. Но ты им пользуешься? Да, я им пользуюсь. Например, можно включить какую-нибудь высшую передачу, пятую, шестую. Вытянуть подсос, отпустить руки и ехать вот так вот. Типа кройсконтрольная. Заехал под Вантовый мост. Кстати, именно здесь мы где-то и планировали снимать сегодняшнее интервью. Но я подумал, что, наверное, будет шумно от проезжающих сверху машин. И решил поехать в пристреленное место в гараже, который я нашел в прошлом сезоне. Но по закону подлости это тихое место. Тихое только тогда, когда ты не идешь в него снимать. То как-то мы приехали туда, в соседнем дворе начали фрезой срезать асфальт. Сегодня мы приехали, вроде все тихо, мирно. Только я раскинул штатив и смотрю ремонт крыши. Значит, там джамшуты поднимают доски веревками на четвертый этаж. Ну, думаю, ладно, доски не гремят. Не сильно-то они нам помешают. Но, естественно, они начали друг другу кричать всякие команды. А потом притащили металлические листы. И начали ими конкретно так греметь. Я думаю, что в процессе интервью вы эти звуки услышите. Поэтому запись звука это больно. Об этом у меня даже есть целое видео. И если кто обратил внимание, в этом сезоне у меня еще одна новинка. Это беспроводная система Holy Land. Посмотрим, как она справится со всякими городскими штуками. Потому что основные претензии к предыдущим двум системам – это обрывы связи, которые получаются из-за всяких Wi-Fi сетей, роутеров и прочих невидимых глазу препятствий, в которые звуковой сигнал, так сказать, упирается и дальше пройти не может. Нет, в чем бы металлом ни погринеть. Какая особенность здесь у системы ГРМ? То, что она шестереночная. Это плюс или минус? Ну, плюс по надежности, но минус по комфорту шумовому. Она визжит. Это надо прокатиться, чтобы понять. Прям слышно? Очень. Кстати, могу еще такой нюанс. У них там был что-то типа рестайлинга у этой модели. Они подсос убрали, но добавили ХИС. Это иммобилайзер. Если сравнить Сибиху и Выфер, в чем-то может быть Сибиха лучше или нет? Она легче. Он тяжелый. Даже для моих габаритов он тяжеловатый. Сколько у тебя рост и вес? Рост 169, вес примерно 70. А давай покажем, как ты сидишь на нем. И если помнишь, какая высота по седлу? Не помню. Но тебе хватает роста? Стою ногами полностью подошвами. Обеими. Так, попробуем померить ширину морды Выфера. Так, получается, ну, где-то 86 сантиметров по зеркалам. Клиренс, мне кажется, где-то 79-80, точнее, сложно сказать. Приборка не балует изобилием информации. Включенную передачу не показывает. Но зато показывает температуру окружающего воздуха, что, в общем-то, тоже хорошо. Белый тахометр посередине, я не знаю, это так задумано на заводе или это уже вмешательство владельцев. Но мне это напоминает сменные панельки для ВАЗовских приборов. В свое время тогда продавали всякие спортивные, псевдоспортивные вот эти вот шкалы. Можно было разобрать приборку, снять стрелочки и заменить подложку. И получить вот такую вот спортивную красоту. А если добавить к ним еще и брызговики из линолеума с надписью «Спарко», то вообще первый парень на деревне. Спидометр здесь как-то так стыдливо задвинут в угол, хотя разметка на нем серьезная. Аж до 280 км в час. Сразу скажу, я не буду пытаться их достигнуть, но владелец сказал, что 250-270 ездил. Кстати, вы наверняка в детстве тоже думали, что до скольких размечен спидометр, столько машины едет. Я помню, как мы ходили, заглядывали в окна иномарок и такие «О, она жмет 180 или там 160». Это как бы дорожник все-таки или больше спорт-турист? Как про него говорят, что это самый лучший турист среди спортов и самый лучший спорт среди туристов. От чего здесь больше, спорта или туризма? Если бы я когда-нибудь в жизни катался на спорте. Еще говорят, что «Хонда ВФР» подойдет для всего, кроме поездок по дорогам плохого качества. Почему так? Ну, мне будет тяжеловато, но скорее только из-за моих габаритов. То есть, кто-нибудь покрупнее, для кого этот мотоцикл будет как игрушка, он и на бездорожье, наверное, справится с ним. История покупки этого мотоцикла заслуживает отдельного внимания. Давай для начала пару слов, как искал и где в итоге купил. Продал Сибишку, открываю Авито, открываю Автору, ничего подходящего не вижу. И вот в один прекрасный день, вспоминаю, что у нас есть и другие сайты по продаже техники. Сайт Дром такой есть. Решил зайти еще туда посмотреть. И увидел там его. Но с нюансом. Он в городе Севастополь. А ты в тот момент жил где? Я в тот момент жил на родине, в Ярославской области, город Рыбинск. Это 300 километров от Москвы примерно. И ты решил поехать туда или купить и переслать его? Я решил туда полететь. Позвонил товарищу, говорю, Антоха, надо меня на моей машине довезти до Домодедова. Антоха мне отвечает. Вообще, мне жена сказала, что мы сегодня поедем картошку копать. Поэтому да, поехали. Чтобы вас не катать постоянно одним и тем же маршрутом, решил сегодня поехать в сторону Ладожского вокзала. Вот, кстати, он где-то здесь. Поскольку это спорт-турист, то и посадка здесь, соответственно, спортовая. И здесь даже нет руля, здесь клепоны. И все это работает на то, что сидите вы в околокреветочной позе. А в этой позе главное не забывать, что ехать с опорой на руки не надо. Потому что очень быстро руки и плечи устанут. Нужно как-то вот себя заставить держаться ляжками за бак, может быть, лежать пузом на баке, может быть, как-то мышцами спины себя поддерживать. Но ни в коем случае не ехать с упорой на руль. Это мной уже проверено на нескольких мотоциклах с такой посадкой. Прилетаешь, мотоцикл как обещали или что-то оказалось не так? Ну, там заранее было сказано то, что его немножко уронили на левый бок, разбито зеркало и немножко погнута подножка. Ну, не критично, я тоже не исправил, так и езжу. Что, ты купил его и помчал обратно? Помчал обратно, только я выбрал специально более долгий, но красивый маршрут. Я поехал вдоль южного берега Крыма. Севастополь, Балаклава, Семис, Ялта, вот эти вот серпантины туда. На Керчь? На Керчь, да. В Керчи переночевал первый раз. А тогда еще не было моста? Моста не было, я на пароме переправлялся. Так, и когда уже начались приключения? Мы же знаем, что они начались. Да, начались. Вот я в Керчи переночевал, на следующий день он у меня отказался заводиться с первой попытки. То есть, там, нажал на стартер, что-то не заводится, еще раз нажал с какой-то там, непонятно какой-то от попытки заводился. Приходилось тоже толкать его. Ну, я понял, что что-то не так, и решил в Ростове искать механиков. Но ты это в Керчи-то смог завестись? Да, да, в Керчи смог завестись. А потом ты его просто не глушил или как? Да, старался не глушить. Ты доехал до Ростова. Какое-то мотобрасно тебе помогало? Да, помогало. Отвезли меня к местному мотомеханику. Он приговорил статор генератора. И мы его перематывали. Мне там пришлось задержаться, наверное, денька на три. Перематали, генератор стало лучше? Проблемы не ушли, но возвращаться я не стал. И доехал до Воронежа. И там уже, соответственно, новый мотосервис искал. Так а Воронеже что, он опять перестал заводиться? Да, плохо шла зарядка на аккумулятор. В итоге в Воронеже что произошло? В Воронеже мне приговорили уже, в свою очередь, реле-регулятором. Реле-регулятора было, но с фишками другими. Соответственно, его надо было купить, надо было отрезать, примотать другие фишки, мои родные, и уже установить все. То есть от другой модели было, да? Да, но с теми же характеристиками. Только фишки другие были у того реле. Заодно послушаем, как работает. В-образная четверочка. Очень сочно и вкусно булькает. Сейчас мы с вами посмотрели на цены, и я подумал, вот если взять условные 500 тысяч рублей, можно отдать их за доминара, а можно вот отдать за что-то такое. И выбор очень непростой, потому что доминар, конечно, будет новый, но так как в эфир, он не поедет. И все, казалось бы, должно быть хорошо, но мы знаем, что до дома ты не доехал. Да, я подъезжаю к Москве. Дальше у меня такой выбор встает. Либо там заночевать, либо ехать дальше. Но я понимаю, что если я поеду дальше, то последние километров 200 пути уже будут в ночь. Я понимал, чем это может закончиться. Тут можно вспомнить закон Мерфи. Если что-то плохое может произойти, то оно обязательно произойдет. И что случилось? Не доезжая 10 километров до дома, при въезде в населенный пункт, я сбросил скорость до 60 километров в час и увидел на трассе троих лосей. Один стоял справа на обочине, и двое на встречке стояли. Я их увидел, оттормозился. Даже я, в принципе, мог бы в ноль остановиться. Оттормозился, вижу, что они стоят. И решил мимо них аккуратненько проехать. И вот один из них, который на встречке стоял, в последнюю секунду бросился мне под колеса. А, я думал, что ты ехал, а они выскочили. Нет, они стояли, стояли. Бросился тебе под колеса, и что дальше? Ну, я приехал ему в бок. И лег на левый бок, и мотоцикл от меня с исками уехал. Лось ушел? Когда я встал, никого не было. Ты сам пострадал? Ну, немножко пятая пясная кость в кисти схломалась. Ну, это ерунда. Приехала скорая. Говорят, поделай вот так вот. Я поделал. Спрашивают, больно? Я говорю, нет. Пиши отказ, мы поехали. Потом, когда скорая уехала, я уже попробовал сделать вот так вот, и мне стало больно. Я вызвонил друзей. У одного есть гараж, у другого есть права на мотоцикл. И они мой мотоцикл отвезли в гараж. Ну, не мой. Ну, в смысле, они его отогнали? Да, отогнали. Он был... Поделился только пластик. По большому счету, железо не пострадало. Так, а что с рукой? Гипс потом, да? Гипс наложили, да. Все быстро заживо. За месяц мы оба восстановились. Самое больное было эта фара, которая остыла 20 тысяч. Бэушная? Нет, новая. Кстати, как свет? Ты вот ночью-то поездил уже? Свет... Не скажу ничего конкретного. С тех пор по ночам стараюсь не ездить. Лампочки самые простые. Конечно, они не для путешествий ночью. Первый раз, когда ты уронил его в Коктебеле, ты написал, что выставил левую подножку боковую, а мотоцикл упал направо. А почему-то... Да, потому что я начал слезать направо. И сам ты смог его поднять? Нет, машина ехала, рукой махнул, остановилась. Мне помогли поднять. Они вообще подумали, что я упал на ходу. А я объясняю, что я упал, когда слезал с мотоцикла. Ты его сам вообще можешь поднять? Теоретически могу, но будет непросто. Сколько здесь? 250? Порядка. Плюс заправить еще. Бак большой? Достаточно. Там 21, что ли, что-то около того. Но хватает на 300 километров, если не наваливать. 95-й льешь или 92-й? 95-й лью, но ради эксперимента как-то лил 92-й, и он на нем едет. Ну, разница есть какая-то? Разница есть, да. То, что он вибрирует побольше на 92-м. То есть чувствуется, что ему хуже едется на 92-м. Мы подобрались к классическому вопросу. Сколько жрет, сколько прет? Ну, спидометр показывал 270. По факту это, наверное, 260. Спидометр уже немножко в рот, как правило. Я недавно ездил на Kawasaki GTR 1400, и вот меня больше всего поразило не то, что он от 0 до 100 сильно разгоняется, а то, что он от 100 до 200 продолжает разгоняться. Здесь как во второй сотне? Есть жизнь? Вот у меня крепление, я снимал разгон от 0 до 200. До 200 прекрасно едет, после 200 тоже едет. Но я не часто езжу на таких скоростях, поэтому... Ну, до 200 все прекрасно. По поводу сколько жрет, наверное, стандартно, как у всех, как ехать. Ну, 6, если ехать побыстрее, ну, наверное, 8. Но я, как правило, особо не считаю. Ну, не все и замеряют, да. У кого-то компьютер показывает, у кого-то просто заправился. У кого-то принцип, мотоцикл не для того, чтобы считать. Ну, как бы заправился и поехал. Заправился и поехал. Сколько сажал, сколько сажал. Но посадка здесь еще не люто спортивная, то есть ноги согнуты. Ну, согнуты, конечно, но угол пока терпимый. Может быть, если подольше поездить, то ноги и затекут, но пока нормально. Сегодня у меня вышла вторая часть подкаста из мотосервиса Orange Box, где мы разговаривали про Агусту, про Альфу. И сегодня у меня комментарии бурлят, потому что люди быстро очень как-то превращаются в адвоката в своей технике и начинают ее защищать даже тогда, когда, в общем-то, этого и не требовалось. То же самое, кстати, было с видео про Баджаш-боксер. Вот год назад мы с Николаем снимали и до сих пор еще пишут, что вы все дураки, владелец криворукий, ездить не умеет, обслуживать не умеет. Вот у меня такой же, и он не ломается. Друзья мои, ну так это же понятно, выборка-то нерепрезентативная. На сервис переезжают те, кто сломался. Те, кто не сломался, не ездят на сервис. Те, кто ездят сотни тысяч километров, возможно, вообще не присутствуют в соцсетях, им дела нету никакого до нашей какой-то мототусовки. Сегодня буквально мне написал человек, который купил мотоцикл «Африку» после Павла Кобяка, и сказал, что этот мотоц ездил в Афганистан, в Пакистан, потом он на нем еще доехал до Владивостока, у него за сезон получилось 100 или 120 тысяч километров. И вот вам пример, «Хонда Африка» не ломается, ездит все без проблем. Но это не значит, что у всех будет именно так. Да, у кого-то так, у кого-то не так. И поэтому сегодня я вам предлагаю в комментариях написать как раз, а что же у вас сломалось, если у вас «Хонда», особенно если у вас такой же «Вейфер», вот напишите, что у вас сломалось. Или, может быть, действительно «Хонда» не ломается. Тогда чести и хвала. В долгой дороге что-то начинает затекать? Руки, ноги, спина. Пятая точка чаще всего. Сколько тебе за день удавалось на нем проехать? Ну, у меня не было целей сдать на ЖЖ, поэтому так около 1000 ездил. Я на Сибишке ездил по 800. Поскольку ты уже много на ней времени ездишь, то давай коснемся обслуживания. Ты сам все делаешь или в сервис гоняешь? В сервис. Тут особо чинить нечего, только расходники. Ну, плана, самое глобальное, что тут чинилось, это, наверное, замена дисков сцепления. То есть все остальное, цепь, звезды... Сцепление во сколько обошлось? Дорого? Нет. Было это года три назад, я уже не помню, но совсем нет. Ну, ни космических денег не шокировали? Я тут смотрел твой видос, где там рассказывают, что ремонт двигателя на BMW стоит 800 тысяч. Я тут машину купил примерно за те же деньги. То есть тут, да, тут нету никакого космоса. Ну, я к тому и клоню. Все же знают, что «Хонда» не ломается. Да. Была одна поломка, здесь есть монохромный дисплейчик справа. Вот он перестал работать. Я мотоцикл отдаю на зимовку в мотосервис, там же чинюсь. Попросил, чтобы мне за зиму починили этот электрик там какие-то... Что-то пропаял, все заработало. То есть, а я уже был морально готов отдать 1015 за новую, ну, за бушную вот эту монохромную приборку. У каждой модели есть какие-то типичные болячки, про которые там на форумах все пишут. Кроме реле-регулятора. Ну, вот даже если у тебя не сломалось, есть что-то такое, чего можно ожидать от выфера? Только зеркала. Эти зеркала не оригинальны. Они уже, наверное, почти у всех не оригинальны. По качеству исполнения они не очень. Их складывают. У меня на канале есть видео про Хонду CB400. Та Хонда уже была с системой F-TEC, которая после определенных оборотов, я уже не помню после скольки, как будто бы дает мотору вторую жизнь и получаешь такой ощутимый пинок. Здесь системы F-TEC еще нету, но после 6000 оборотов я ощущаю, как у двигателя открывается второе дыхание. Хотя и первое-то, в общем-то, еще не закрылось и не закончилось. То есть, он сначала мощно тащит вперед, а потом еще мощнее тащит вперед. Мне кажется, что он до сотни на первый раз гонится. И вот, кстати, после тех же самых 6000 оборотов довольно ощутимая вибрация приходит на ноги. Корпус так немножко начинает дрожать. Я что-то не могу никак нейтралку найти. Постоянно тыркую ногой на светофоре. Хотя говорят, что у Хонды коробка суперчеткая. А у тебя никаких ни кофров, ни ничего нету, да? Ты с чем-то, с рюкзачком ездишь? С рюкзачком езжу, да. Кофры влияют на максималку, на расходы. Стекло тонированное, но поскольку я смотрю над ним, блин, все ли красные эстафори-то собрались. Стекло тонированное, но поскольку я смотрю над ним, то, в принципе, мне это никак не мешает. Единственное, что оно мне направлено четко в нос. И вот я думаю, что сейчас выйду на кольцевую дорогу и будет мне дуть в шею. Опять нет нейтралки. Короче, надо как-то дощелкивать до первой. Не фиксируется. Вот, сейчас воткнулась. Пока я участвую в светофорных гонках, слушайте, как работает двигатель. И это, как я понимаю, слышна работа привода ГРМ, который здесь шестеренками осуществляется. Ну что ж, поедем на кольцевую дорогу, попробуем газнуть. Так, вторая передача. 10 тысяч оборотов, 110 километров в час. А вот то, что тебе починили в Ростове, в Воронеже, оно потом жило долго или прошлось переделывать? Статор генератора до сих пор стоит. Роле все-таки приходилось менять. Сейчас стоит какое-то китайское. Уже давно стоит. И прекрасно работает. Это к вопросу о запчастях с Алиэкспресса? Да, да. Уже лет 5, наверное, нету никаких проблем с электрикой. Ну, 130-150 ехать вообще без напряга. Очень интересная аэродинамика. Вот как-то очень мягко обдувает. Не срывается где-то воздух. Нигде ничего, просто так мягенько. И, ну, не то, что прям приятно, но комфортно обдувает. А самое интересное, что свист появляется, когда начинаешь ложиться на бак. Возможно, надо ложиться еще ниже, но тут уже черное стекло, соответственно. И, как бы, получается, надо через бак перевалиться грудью, чтобы голову засунуть вот сюда. Это уже совсем дичь. Потому что смотреть тогда можно только в небо. А нам надо смотреть вперед. Вот, если лечь на бак, а голову вперед, жопу назад. Короче, классическая скреветочная посадка. То нормально. Единственное, что сколько времени можно ехать в такой позе, я не знаю. Если говорить о туризме, то вряд ли вы до Владивостока поедете вот именно в позе креветки. А если доедете до туда в креветке, то, наверное, уже и ходить так же будете креветкой. Динамики за глаза. Мощности двигателя за глаза. Судя по тахометру, я наваливал на четвертой передаче. Или даже на третьей. Короче, пофиг ей был, какая передача. Едет и едет. На третьей вообще было весело. Расскажи, как работает комби-брейк. Надо наперед давить, чтобы зад прихватил. Или в любом случае они оба работают. На любой тормоз жмешь, и она срабатывает. У тебя здесь консольный маятник. И вроде как говорят, что это хорошо для снятия колеса. Тебе самому приходилось снимать колесо? Была такая ситуация. Когда я с родины из Рыбинска поехал в Подмосковье в музей авиационный. По-моему, в городе Ногинске у меня спустило колесо. Я кое-как доковылял до местного автошиномонтажа. А там закрыто. И номер телефона написан. Я звоню, говорю, вы подъедете? Он говорит, да, я подъеду. Он говорит, а что за машина? Я говорю, мотоцикл. Он такой, не, я мотоциклами заниматься не буду. Я ему говорю, все в порядке. У меня консольный маятник. Ставим на центральную подножку. И все откручивается, как на машине. То есть не нужно никакие валы выбивать, цепи регулировать натяжение. Так пришлось самому делать или он... Нет, он сам все сделал. Справился? Да. У меня еще свежие воспоминания про этот самый ГТР. И он очень сильно жарил, даже когда был холодный апрель. Здесь как? Вот в жару печет? Он греется до, даже, по-моему, до 110 градусов. Я имею в виду ощущение, ляжки поджаривают, там, в лицо может быть. Но если прям вообще вот в самую жару в пробках стоять, то может быть. А так я бы не сказал, что сковородка. По динамике я думаю, что он схож с моим Версусом литровым. У меня 118 лошадей, здесь 109, там, или 106. Но плюс-минус одинаковая динамика. Это сложно отследить уже на уровне ощущений, кто быстрее тебя несет и несет, и хорошо. Давайте представим, что мы туристы. Вот шестая передача. 110. 4,5 тысячи оборотов. Сегодня очень ветрено на улице. Я не могу понять, это на мотоцикле дует или это просто ветер дует. Но в целом нормально. Даже руки к берушам не тянутся. Хотя обычно я весной езжу с берушами. Здесь даже нечего особо и сказать. Мотоцикл классный. Приятный. Если взять посвежее СБС, наверное, вообще будет идеальный выбор. Если вам нравится вот такого плана мотоцикла с такой посадкой. Конечно, любителям круизеров не зайдет. Но те, кто любят спортивный вид и спортивный характер, я думаю, будут довольны. Единственное, что надо понимать и помнить, это вес. Хоть тут и заявлена алюминиевая диагональная рама. По сведениям из интернета, он весит 250 килограммов примерно, снаряженная масса. Даже мой, даже мой Versus, и то написано 239. Но я тоже держу в уме, что 250, потому что всякие дуги, багажники, кофры, наверное, примерно около того. В целом, получается, что не врут, что Honda надежный мотоцикл. Ну, кроме проблем с электрикой, у меня больше особо никаких проблем. Ну, как-то все говорят, Honda, а они как бы всегда подразумевают регулятор с собой в запасе. Если далеко ехать, прям реально далеко, то, может быть, наверное, стоит его с собой взять. Ну, какие-то доработки сам по мотоциклу делал? Вольтметр цифровой ставил, вот, проверять, идет ли зарядка, правильно ли она идет, столько, сколько нужно. Это уже после злоключений с электрикой, да? Да, да, та же, наверное, в процессе. Единственное, что меня напрягает, это вот этот свист. Вроде сам двигатель работает не громко, ну, выхлоп. А вот это вот свистение, оно мне уже надоело, хотя я езжу всего минут сорок. Вот, кстати, интересно, если целый день пилить, то как этот свист? Не будет ли он потом в ушах стоять? Аварийку я еще не нашел. Кстати, здесь инжекторный двигатель, но есть подсос. И этот подсос можно использовать как круиз-контроль. Каким образом? Если его вытянуть, подсос, он же обороты повышает. И, соответственно, можно ехать, не трогая газ. А ну-ка, мы сейчас и попробуем. Допустим, четвертая передача. Ой, блин, сам себя напугал. Так, ну, смотрим, газ я не держу. Ну, мне кажется, мы замедляемся. Ладно, не будем экспериментировать на кольцевой дороге. Все-таки здесь люди все спешат по своим делам. А тут я со своими экспериментами. Если сильный встречный ветер начинает раздергивать корпус, то есть ветер давит попеременно. То в одну часть груди, то в другую. И корпус начинает вот так вот разбалтываться. Это неприятно. И сразу хочется спрятаться за стеклышко. Я вспомнил, что у меня еще нету заглавной фотографии. О, киносъемочная. Знаете, такое ощущение, что рядом с вами едет еще один мотоцикл. То есть вот отдельно сзади вы слышите звук выхлопа. И отдельно здесь вот свистит вот этот вот механизм ГРМ. Хотя, возможно, это и не он. Возможно, это так в целом двигатель работает. Но Слава сказал, что это именно шестеренки ГРМ. Кому бы ты смог его рекомендовать? Тому, кому нужно и на дальнике ездить, и по городу. То есть универсальный мотоцикл. Ну, судя по всему, что ты с него не пересаживаешься никуда. Он тебя полностью устраивает. Да, я не знаю, куда пересаживаться. X11 нравится, но там 5 передач. Возможно, там надо шестую поискать тебе. Я уже у двух мотоциклов нашел шестую. Вот, может, на X11 надо было. А еще мне не нравится, когда зеркала на морде расположены. Потому что нельзя подвинуть рулем, чтобы улучшить обзорность, когда нужно из полосы в полосу переползти. Иногда так в полосе стоишь, рулем повернул, и в зеркало наблюдаешь, кто там едет. А здесь рулем хоть обкрутись, зеркало все равно не повернется. Как в него не было видно, так и не будет. Приходится крутить головой, но иногда вот за спину прямо не повернуть голову. Но, пожалуй, это пока моя единственная претензия к этому мотоциклу. Ну, еще аварийке бы, конечно, не мешало. Ну, и, может быть, еще и указатель включенной передачи тоже было бы хорошо. Ну, и АБС до кучи. Ну, вот, собственно, наверное, и все. Ну, и угол поворота руля. Он, в общем-то, не маленький, но поскольку рука упирается в бак, то руль до конца вы повернуть не можете. Иногда вот приходится разворачиваться по более большому радиусу, чем мог бы, потому что тебе просто физически никак руль не повернуть больше. Слава, а что по запчастям? Скорее есть или скорее нет? В Питере купить не проблема, все в наличии, как правило. А в Рыбинске? В Рыбинске придется заказывать. У меня неожиданно кончились вопросы. Что дальше? А дальше смотрю, наверное, в сторону ипотеки. Ну, тоже правильно. На этом и закончим. Спасибо большое, что приехал. Почему-то зудит на левой подножке больше, чем на правой. Но я, конечно, езжу прямо на высоких оборотах. Вот на 8000 и дальше очень сильно вибрируют подножки. Но, возможно, так ездить вы не будете или будете ездить не всегда. Потому что я все-таки пытаюсь из себя какого-то бета-тестера изобразить. Поэтому мне надо попробовать и пооткручивать. Нашел вот такую классную желтую стену. А еще у меня желтая кружка. А поскольку он назывался фотографом, то не можешь не думать и о цветовых каких-то сочетаниях. Хотела было предъявить этому мотоциклу то, что у него нет горизонтальной поверхности. Но у него, как и на Kawasaki GTR, вот отличная полочка. Сейчас замутим чайку и поедем отдавать мотоцикл владельцу. Потому что снимали интервью мы утром. А сейчас уже вечер. Он мне оставил мотоцикл. И сейчас я поеду ему его отгоню. Надо только немножко еще подзаправиться. И вот он мой термос на пол-литра. Вот смотрите, как сочетается с оранжевым поворотничком. Я уже говорил, что вот эти крышки-кнопки плохо себя чувствуют в мотоциклах. И вот даже в рюкзаке она и то немножко подпротекла. Хотел сказать более жестко, но не буду. Смотрите, какая радуга. Ох, какая крутая. Наверное, погода будет хорошая. Почти все полосы видны. И хоть слово радуга уже дискредитировали практически. Превратили в ругательное. Но радуга сама по себе все равно всегда классна. Мне кажется, даже вон еще вторая. И даже чуть-чуть, как будто бы третья. А может у меня уже в глазах отгонок мерещится. Ну, собственно, больше мне сказать-то вам и нечего. Спасибо, кто смотрел это видео. Огромная благодарность Вячеславу за то, что предоставил свой мотоцикл на обзор. Дал покататься и рассказал нам интересную историю. Хорошо, что она закончилась хорошо. А вы делаете свои выводы. Господа лоси, мотоциклистов не очень-то жалуют. И я, кстати, в том году тоже чуть-чуть с ним не встретился. Правда, это было днем. А рассказ про это я даже публиковал в своем телеграм-канале. И поэтому, пользуясь случаем, приглашаю вас туда. Ссылочка, естественно, в описании под видео. Если у вас есть мотоцикл, о котором вы можете что-то рассказать интересное или просто какая-то интересная история, то обязательно пишите мне на почту. Почта в описании под видео. А также все предложения о сотрудничестве направляйте, догадайтесь куда. Конечно же, тоже на эту самую почту. С вами был Фотор Романов, который захлебывается от ветра на кольцевой дороге. Май, Санкт-Петербург, 2024 год. Всем хорошего сезона. Надеюсь, так и будет. Субтитры подогнал «Симон»